Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Саша Артемова и Женя Кузин победили в очередном конкурсе на Сейшелах. Цель игры была как можно больше раз попасть из трех попыток в соперника. Ребята выиграли макияж для дефиле свадебного платья. Дима Дмитренко сделал свидание для Ольги Рапунцель. Ребята развеялись, сменили обстановку, Дима подарил ей цветы. А на поляне новые участники заняты строительством дома, который выиграет одна из новых пар. Ребятам выдали форму. И в честь строительства нового дома ребята на поляне устроили вечеринку. Новая жизнь, новые правила, новая любовь, пишет Майя Донцова. К Алене Твороговой пришел новый участник Стас. А Денису Баранову ни одна девушка на проекте не нравится. Он пишет, нужно что-то искреннее и настоящее, душа требует именно этого. В периметре такого человека нет для меня. Хотя каждая девчонка каждый день открывается для меня по-новому. И вся женская спальня достойная. Саша Харитонова озвучивает фильм «Мама всегда рядом». Она напомнила своим подписчикам, что фильм выйдет на экраны 28 декабря на ТНТ в 23.00. Элла Трегубенко встретилась со своими подругами. «Встреча с кошечками», пишет Элла. «Со Стеллой Муна, с Леной Босс и Олей Ветер. Мы сегодня обсуждаем всех и вся. Все проверены временем, ненужные отвалились». Саша Задойнов поздравил свою дочь Александру с двухлетием. «Дорогая Сашулька, доченька, от всего сердца поздравляю тебя с днем рождения. Я всегда с тобой, всегда рядом. Я тебя люблю». А Даша Пынцарь сравнила двух своих сыновей примерно в одном возрасте. Тема и Давид оказались очень похожи друг на друга. «Угадайте, где Темик, а где Давидыч», написала Даша. Поклонники Жени Гусевой узнали, что Антон устроил празднование дня рождения для своего сына Даниэля в доме Вики Романец. И все очень возмущены этим. Оказывается, Антон устроил праздник сыну на дому у Новой Пассии. Пишут они в комментариях, «Женя, сил тебе и терпение пережить все это. Молодец, Женя, все правильно сделала. Ни одна нормальная мать не отпустит ребенка к папе с любовницей». Ольга Бузова выступила в ночном клубе Краснодара. Бузова в этот день заболела, но выступление не отменила. На выступление был и Сэм Селезнев. Али Берж к Падону на прошлой неделе отметила 29 лет. Она приехала в Уфу, чтобы в этот личный праздник быть рядом с родными. День рождения Али Берж отметила с родителями. Бывшие участники «Дома-2» Таня Ахулкова, Женя Гусева и Настя Алисова будут участвовать в новом реалити-шоу. Всех подробностей девушки не рассказывают, но они опубликовали снимки, где позируют с актером сериала «Кухня». А бывший бойфренд Вики Романец Александр Липовой женился на модели Саши Кабаевой. Поскольку Романец сохранила с ним дружеские отношения, то она тоже стала одной из гостей вечера. В свое время Вика рассказывала, что состоит в отношениях с Липовым, поэтому ради него и покинула «Дом-2». Но, как выяснилось позже, ухажер оказался Липовым. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.